Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и в этом видео вы насмотритесь на такое, вы даже себе не представляете. Всем доброе утро, я, как обычно, на прогулке по утрам, и впервые увидела аллигатора, я вам сейчас его покажу. Шла туда, в одну сторону, сняла только это сториз и поняла, что нужно снять еще для YouTube-канала, чтобы показать вам. Он до сих пор лежит, вон он, я его вижу, сейчас покажу вам его. И пока я выставила про него сториз в Инстаграме, начали задавать вопросы, не боюсь ли я. Вот он, если вы не видите, вон он лежит прям, около дороги, может быть, потому что вот пешеходная дорога, и он около нее лежит. Потом, когда я снимала, стояли дети, ждали автобус и смотрели на аллигатора, вот он. Вот, и он прям, смотрите, лежит, отдыхает, загорает, просто лежит, да. Я впервые здесь встретила, возле комьюнити, потому что обычно я видела в воде, но совсем в другом озере, в другой стороне. А в этот раз он вылез, я не знаю, нападают ли они на людей, он примерно полтора метра, немаленький такой. Вот все останавливаются и снимают его на фото, на видео. Видите, людям не страшно, никто не убегает, потому что мне говорят, убегай, убегай, я, типа, страшно, опасно. Не знаю, никто не убегает, и я тоже не убегаю, как бы всем нравится, а он вообще пошла по траве. Не знаю, интересно, конечно. Я, если честно, даже обрадовалась, когда я его встретила, потому что я, помните, мечтала, я все время про это рассказывала в своих видео, что я хотела встретить. И вот встретила, и не знаю, побежит он сейчас за нами или не побежит. А вот, кстати, тетенька гуляет с котом все время в коляске, соседка наша. Каждый день она с ним гуляет, он сидит в коляске, и такой похленький, толстенький. Ну, что-то там у него с лапками, да, и сам он не может гулять, и она вот с ним каждый день гуляет, очень мило. Соседка только что вот мне поведала, что это девочка, есть три ребенка, и что дети тоже выходят на берег. Я говорю, это нормально, что он здесь или нет? Она говорит, нормально, если вы будете 6-7 фитов держаться от него, не подходить, тогда ему на вас наплевать. А если вы будете подходить, он либо может прыгнуть в воду обратно, либо на вас напасть, поэтому лучше держать дистанцию. Якобы вот это вот безопасная дистанция до аллигатора. Ну, весело, конечно. Это страшно, но он обсуждает, что да, это, конечно, ненормально, но что страшно, лучше не подходить к нему. Вернулась домой после прогулки, зашла еще в тренажерный зал, немного покачалась, совсем чуть-чуть. И сейчас я вам покажу свой первый завтрак. И вот так выглядит мой первый завтрак. Я бы сказала даже, что это не завтрак, основной это разминка. Перед завтраком витаминный комплекс. И у меня здесь коллагеновый коктейль японский, который я вам уже показывала, антицеллюлитный. И он просто с водой смешивается, и вот получается такая вот красивая масса, очень-очень вкусная и ароматная. И затем я буду пить апельсиновый сок. Правда, он из банки, но во Флориде здесь хорошие апельсиновые соки, так как апельсины растут повсюду, и как повсюду, ну вообще во Флориде апельсины. И здесь нормальные соки продают. Я в последнее время начала их покупать и пить, потому что они вкусные, хорошие, натуральные. Там даже внутри эти гранулы плавают. Вот, и что еще? Еще я учу английский. Многие из вас спрашивали, учу ли я его, как у меня обстоят дела с английским. У меня все нормально. Может быть, вы слышали, English. Есть такой сайт, ну вообще как бы курс. Можно по телефону поговорить на английском с учителем по 15 минут в день. Очень-очень прикольно. Про английский язык. Вот я сейчас сижу и учусь, занимаюсь по этим курсам English. 15 минут в день по телефону можно разговаривать со своим учителем на английском языке. Конечно, в идеале, если вы в среде находитесь, в американской, вот как я сейчас, да, что-то теперь телевидение на американском, на английском радио, соседи, все вокруг говорят. Но, даже тем не менее, я здесь нахожусь. Я с соседями практически не пересекаюсь. Очень редко. Они все либо на работе, либо их вообще не видно днем. Они где-то прячутся. Скорее всего, на работе все. По вечерам тоже, как бы, мы не пересекаемся. Только иногда мы встречаемся, например, вот с Юлей, у нее муж американец, и мы на английском можем поговорить. Или с Юлиными подругами, которые тоже американки в основном, тоже на английском можем поговорить. Базовые используем предложения для знакомства, типа привет, как тебя зовут, чем ты занимаешься, там пару комплиментов и все. Вот. А поговорить вот так вот не удается все равно каждый день. А это очень важно, нужно каждый день заниматься, хотя бы по чуть-чуть, вот по чуть-чуть, и себя максимально окружать именно средой английскоговорящей. То есть смотреть какие-то сериалы на английском, фильмы на английском, и которые песни вам нравятся, находить их перевод, читать перевод и смотреть текст, в общем, слушать и уже понимать, о чем песня. Это очень помогает. И заниматься, разговаривать с кем-то по 15 минут, хотя бы вот как я делаю это в этой English точку. Сайт выглядит вот таким образом. Если вы хотите на себе испытать английский по телефону, вы можете получить бесплатный урок. Первый. Вам позвонят. Тут зарегистрируйтесь. И, ну, в общем, вы все поймете, когда перейдете на сайт. Я бы сказала, что это такое английский для ленивых, если вы не хотите загружать себя словарями, тонной учебников со словами, учить, постоянно зубрить, если для вас это тяжело, как и для меня, например. Для меня психологически это тяжело. Я себя не люблю заставлять что-то делать. Я хочу, чтобы это легко приходило ко мне. Ну, и, в принципе, таким образом это все и легко и приходит, если вы хотя бы 15 минут в день уделяете. Представляете, до Хэллоуина еще месяц, но в Америке уже примерно две недели назад стали выставлять товары на Хэллоуин. Одежду, всякие декорации. Поэтому пошлите вместе с нами, посмотрите, что там есть. А вообще я хотела снять видео в другом магазине, где полностью целый магазин, все для Хэллоуин. Это совсем другое здание, совсем другой магазин. И здесь в каждом магазине свои товары на Хэллоуин. То есть здесь вообще столько всего. Остывайтесь вместе с нами. Все, как только мы заходим в Волмарт, сразу видите, тыквы, крыточки на Хэллоуин. И вот такие венки, они на двери вешают. Сразу ужас, какой Сара. Это этот страшный клоун. Да, здесь различные костюмы, очень интересные. Таких точно у нас нет. Надо заказывать где-то. А здесь они прям продают их. Это что такое? Звездные воли, даже костюм есть. А вот эти ведерки специально для сладостей. Дети их берут и идут по домам просить сладости. И вот такие пакеты тоже для сладости. По 2 доллара. Да, тут надо ездить в специальные районы и искать, где вообще все это происходит. А вот это можно на свою лужайку воткнуть около дома. Welcome. Такие деревяшки. Как вы видите, цены приемлемые. А здесь полностью девчачьи, да? О, если там было для мальчиков, то здесь уже можно для девочек что-нибудь придумать. То есть на Хэллоуин вы не останетесь без костюма, потому что ну такое разнообразие. И это только магазин Walmart. В каждом по-разному. Что это? Клеопатра? Класс. 20 долларов. Киска. Да, в следующем видео мы уже ближе к Хэллоуину будем выбирать вместе с вами костюм для Сары. Сейчас мы пока посмотрим, что здесь есть. А потом мы уже будем выбирать. Смотрите, специальный нож для тыквы вырезать. Из тыквы различные рожицы. Здесь есть и милые костюмы, и страшные. Вот это милый костюм. А вот это вообще милейший. Кэнди. Всякие принцессы. Клеопатры. Такое разнообразие. И качество, в принципе, нормальное. 15-16 долларов. Сразу с масками можно. Ужас. Вот смотрите, какой костюм. Я представляю, что здесь в Донтаунах творится, когда Хэллоуин. Наверное, все жители разряжаются. Они очень любят эти маскарады. Вау. А это, смотрите, на улице фонарь. Привидение. Представляете, оно вот так вот стоит. Может быть, там даже воздух какой-то идет. И что, оно вот так еще шатается. И у вас прям на лужайке такое вот страшное чудище, пугающее соседей. Шикарно. А здесь уже для взрослых костюмы. То есть я могу даже себе выбрать какой-нибудь. Клоун, заключенный, така. А здесь, смотрите, для совсем малышей, для маленьких. Ой, такая тыквочка. Тыквочка. Супер герл. А это у нас супермен. А, олененок, смотри, олененок. А это у нас свинья. Свинюшечка. А вот уже свинька Пеппа. Это для малышей. Класс. Вот тоже интересный комбой. А здесь сразу вам вот аксессуары. С пластика. Меч. Вот сразу с молоточком можно ходить по городу. И пугать народ. Я буду с ножом, потому что... Ниндзя. Вот ты хомяку можешь подарить. У нас ниндзя хомяка. Почему? Потому что он нападает, когда захочешь к нему керку. Вот так. Метла. Я буду летать на эти метли. 4 доллара всего. Я, видимо, беру. А здесь парики. Это все парики. Парики по 7, по 10 долларов. По 6 долларов есть. Мама. Шляпы. Мужские парики вот прям снизу идут. Мужские парики вот прям снизу идут. Можно, кстати, как проектор на дом. И оно там с какой-то рожицей страшной. А здесь тоже как бы можно на балкон выставлять. Вот эти все на двери вешать. И на лужайку собственную. А это что, как бы... Это втыкаешь в землю, как будто нога из земли торчит. Кто-то кого-то похоронил. Как страшно и прикольно. Две ноги воткнешь, как будто человека закопали. Лампы различные. Посмотрите, как они любят Хэллоуин. Готовятся вообще бомбезно. А, даже коврик есть. Да, велкам. Ленты, лампы. О, вот это классный череп. Да, я посмотрю. Стразы, стразы. Сразу у меня так... Всего 3 доллара. Даже его можно просто купить как декор. Мама. Чтобы дома стоял. Ой-ой-ой, какой он страшный клоун. Я боюсь клоунов. После Оно немного жутковато. А я страшного персонажа боюсь. Ты же даже такой мультик не смотрела. Я смотрела на экран. Ой, а смотри, что здесь, Сара. Ты сейчас обалдеешь. Здесь вообще скелетоны. Мама, я даже видела этого скелета. Да. Этот скелет за 10 долларов, а побольше за 30. Мама, угадай, что у меня за страшное чужое. А-а-а! Паук! Костлявый паук! Боже, как страшно! Да тут посмотри, тут как будто это кот. Это... А, это птица. Я тебе сейчас такое страшное создание вложу. О, нет! Покажи! Боже, как вродство! Кровавые свечи. Кровавые свечи! А, смотрите, тоже какая кукла. Мама, они даже свечи. Привидения. Ух ты, классно! Да, это разные куклы. Вообще недорого. Все эти декорации по 2, по 3, по 5, по 6 долларов. Мама! Клоун. Извини, но мы его другу похоронили. Надгробие. Да, вот какие хотите надгробие, если что. Если вдруг надо. А здесь ты пропустила всякие вуду, ритуалы. Птицы, жуки, пауки. Змеи. Змеи. А еще вот такая сетка есть. Смотри, все дома. Ухи. О, а вот эта пленка классная. Типа, осторожно, здесь убийство произошло. Мама! Я с тебя не буду. Во, да. Еще тут есть набор. Тут, типа, кровь. Можно на полу приклеить следы крови. Этой лентой все так перегородить. Якобы произошло убийство. Мама! Что? Стон, стон, стон! Это как бы части тела. Если что, это суп сварить. Суп-набор. Вот классные наклейки на двери. На окна. Столько идей. Прям, знаете, я так вдохновилась на какой-нибудь макияж. Классненький на Хэллоуин. Это пила. А, это, кстати, на двери вот такой венок. Убийца. Ну, как он? Техасская резня бензобелой. Ужасик называется. Прикольно. Вот такие ножички, шкрябалки. Я даже не видела никогда, чтобы такие наборы были, продавались где-нибудь. И здесь сразу показано, что вы можете вырезать. Книга с инструкцией. Прикольно. А здесь, смотри, для дома уже началось. Там для выпечки, на стол. Корзинки разные, декорации. Особо мне нравится эта гробница. А здесь уже, кстати, для кексиков разных, для тортиков. Мама, мне нравится эта гробница. Да. Присыпки разные. Спринклс. В стиле Хэллоуин. Оранжево-черные. А смотрите, кровь, сироп, сироп, короче, как кровь на кексы. Ужас. Я бы даже такое не съела. Всякие желешки, глаза. Это уже сладкое, можно есть. Готово к употреблению. А вот это вообще прикол. Смотрите, вы можете кекс украсить, как будто надгробие. Вот надгробие и кости разбросать. Ааа, как прикольно. А вот рука, чтобы торчала. Якобы из земли зомби влазит. Или палец вот отрезанный на кексике. Это, по-моему, все съедобное. А вот и формочки для разных кексов. Для льда, Сарочка. Для льда? Да, воду заливаешь, и лед такой в виде черепушек. И вот разные гели для кексов. Надписи готовы уже на гробе. Да, печенье можно делать в виде привидений. Вот тыквы. Мне очень нравится вот эта. Ветучая мышь. А здесь у нас целый ряд для макияжа, для гримов на Хэллоуин. Вот это кайф. Разные краски, чтобы лицо разукрашивать. Делать из себя зомби, скелетов. Черные, красные, кровь, пули. Якобы, смотрите, пробоины сразу клеите. И не надо ничего придумывать. Блестки, шрамы, кровь сразу в тюбике. Вау. А на горле порез. Кровь сразу тоже в тюбике. Маска, да, просто тканевая. А вот разные баллончики для волос. Разные цветные. Можно сразу готовый рот наклеить. Клоуном превратиться. А смотри, набор клоуна с страшными зубами. Опа, да, да. Да. А вот вампирский. Да. Клыки. Да. Клыки, вот это мне нужно. Давай будем. Мама, мне нужно. Потом мы, Сара, мы будем... Ты пока будешь думать, что тебе надо, и выберем. А смотрите, ногти накладные, кровавые. Вот различные гримы. Мама, подай, какое у меня страшно. Что-то для глаз. Покажи. О, нет. Страшно, да. Как будто глаза вырвали. Делать вот такие разные шрамы. Всякие клеи. Тут гуашь. Круто, круто. А здесь у нас клыки. Сара, ну вот тут все для вампиров есть. Какие хочешь. Мне кажется, вот эти клыки как-то приклеиваются на зубы. Там, наверное, клей какой-нибудь специальный. Гольфики, чулочки, носочки, перчатки якобы в крови. Мама, вот, смотри, вот эти очки они брали, где ты макияж делала. Да. А вот, смотрите, классное жерелье. Якобы уже кровь стекает по шее. А вот якобы в крови ободок. Ай, такое все клевое. Бешеный заяц. Грязный, кровь весь в крови. Мама, это из мультика Фредди. Фредди? Фредди. Я даже не знаю, ты где такое видела? Мама! Смотрите, тут разные маски. Это такой медведь. Ммм. Мам, медведь. Мам, медведь. Бабки-ешки. А вот, вот это. Ой, какая ужасная. Маски вообще шикарные. То есть настолько они здесь необычные. Я таких еще не встречала. Не, ну вы представляете, какой выбор? Как здесь круто! Сколько всего! Да, я очень понимаю. Да, я очень понимаю, как подходят ко мне кик. Понимаешь? Может, у него еще паст раскрывается? Смотрите. Ау, ау, ау. Какой кайф! Все для Хэллоуина. Ну вот то, что вы хотите, здесь есть все абсолютно. Так что я не представляю, что творится в других магазинах. Мы еще поедем. Я сегодня еду на фэшн-пати. Дело в том, что сейчас проходит неделя моды везде. И в нашей деревушке тоже. Да, я сделала вот такой яркий-прияркий макияж. Цвет настроения черный, черный, да. Киркоров с Кридом сходят с ума. В общем, я сегодня в черном, да. Поехали. Киркоров с Киркоров с Киркоров. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok